Всем привет, в эфире Вечерний Халецкий, а я тот самый Халецкий, которого зовут Алексей. Сегодня я предлагаю поговорить о злых украинцах. С самого начала войны россияне, которые не поддерживают эту войну, которые против Путина, то есть я не буду разбирать и говорить о тех, кто за войну, за то, что армия России убивает украинцев. Так вот, россияне, которые это все не поддерживают, постоянно нет-нет, да и напишут о том, что украинцы как-то к ним не так относятся, не так хорошо, как им хотелось бы. Ведь я против этой войны, почему вы меня обзываете? Я же всегда выступал против Путина, я всегда поддерживал вас. Почему вы не можете меня отделить? Они добавляют, что тоже страдают, у них теперь банковские карточки не работают, Кто-то уехал из России, приходится заново создавать весь свой быт, кто-то потерял работу и так далее, и так далее, и так далее. Ну или, чтобы не быть голословным, вот зачитаю, какие сообщения украинцы пишут. Русские и их дети должны страдать веками. Русским не должно быть места в современном мире. Хорошие русские, мёртвые русские. Миллионы украинцев сидят ночами в телеграм-каналах «Груз 200», «Ищи своих», «Информ Напалм», где размещают тела российских солдат. Но мне с самого начала казалось, что такая злость понятна. И это не украинцы должны работать над собой, а мы делать всё, чтобы у них эта злость уходила. Я даже не говорю о том, чтобы остановить эту войну. Понятно, что она должна быть остановлена. Но многие из вас, как и я, в принципе, своими действиями остановить войну не можем. Но мы можем, общаясь с украинцами, их успокаивать и хоть немного притуплять эту злость. Вместо этого я вижу, как многие россияне вот этими своими возмущениями искренне считают, что именно с ними должны носиться, как с писанной торбой. А не с украинцами, которые каждый день под ракетами, под бомбами проживают минуты своей жизни. Триггером для меня записать это видео стало сообщение Максима Каца в Твиттере, где он возмущался, что какой-то известный украинский блогер, я даже не стал разбираться, честно говоря, пишет про него гадости. Вот сейчас в жизни Максима Каца именно какой-то украинский блогер должен быть той целью, на что он будет тратить свое время, а не люди, управляющие страной Максима Каца, которые начали войну с соседями, которые убивают людей по неизвестной какой цели. Но у Максима, видимо, очень много свободного времени, он и с этими борется, в общем, он борется со всей несправедливостью в этом мире. И он должен заняться вот этим каким-то злым украинским видеоблогером, который говорит про Максима гадости. Так вот, для многих россиян, которые продолжают думать так, как Максим Кац, я еще раз хочу напомнить, что Украина сейчас очень злая, истекающая кровью нация. Там нет места для каких-то дискуссий, обсуждений, мнений, что что-то неоднозначно. Есть конкретный враг, который напал на твою страну, с которым они борются. И все, кто их не поддерживают, автоматически являются врагами. А уж разбираться, поддерживаете вы или нет их, они тоже не будут. Это наша с вами задача показать. Наверное, я мог бы сказать, что это началось с 24 февраля, но нет. Не знаю, наверное, первую неделю или две украинцы, несомненно, пытались воззвать к чувствам и разуму многих россиян. Как и у меня была надежда, что это какая-то самодеятельность вот этой кодлы плутократов, которые находятся у власти в России. И какая-то часть, конечно же, российского общества пыталась показать солидарность с украинцами. Но этого действительно оказалось очень мало. И украинцы не почувствовали просто этот порыв. Разве мы можем их в этом винить? Хотя вы, я так понимаю, можете. Некоторые из вас. Например, Максим Кац. Уж извините. И сейчас украинцами по отношению к россиянам во многом управляет ненависть. Я понимаю, почему это происходит. Вы это понимаете? И почему вы считаете, что украинцы как-то сами по себе должны эту ненависть преодолевать? В то время как на них каждый день летят ракеты, убивают людей, не пойми ради какой цели. Почему вы в оправдании себе постоянно говорите, что вы это не поддерживаете, вы это не организовывали? Какая проблема у вас просто сказать, извините, что так происходит? Если вы называете украинцев братьями, давайте я вам проведу параллель с семьей. Ваш бухой отец, которого вы никогда не любили, пошел и избил там соседскую бабушку, предположим. Вы пойдете к этой бабушке и будете рассказывать, что вы отца не поддерживаете. Что он вам никогда не нравился, но вы даже не скажете, извините бабушкой, не спросите, чем ей помочь? Или ваш брат убил, а перед этим изнасиловал соседскую девушку. И вы придете на ее похороны. И вместо того, чтобы высказать соболезнования родственникам и извиниться, попытаться за семью. Хотя вообще, в данном случае, уместность вашего прихода на похороны под большим вопросом лучше это сделать вне. Но вот представьте, что вы приходите на похороны, и вместо того, чтобы высказать сочувствие, вы берете родственников этой девушки за пуговицу и начинаете их спрашивать, какого хера вы меня ненавидите, ведь это сделал не я, а мой брат. В какой бы ситуации вы не находились, что бы у вас сейчас не происходило, вам все равно лучше, чем жителям Украины. И задайте себе вопрос, вы боретесь с ними за одно и то же? Если да, то почему вы от них чего-то требуете, а не от себя? Мы с вами в этой ситуации вообще очень мало, что можем сделать. А по отношению к украинцам самое важное, что мы можем сделать, это терпение, чуткость и уважение. Если вам не нравится, что украинец что-то вам говорит, или они что-то пишут в интернете, что вам не нравится, Попробуйте на это ответить, извините меня за то, что это с вами происходит. Я буду стараться это как-то исправить. И поверьте, от этих слов и вам легче станет. И у человека по ту сторону экрана, или напротив вас, потеплеет на душе, и он почувствует, что вам все-таки не безразлично. А для этого, конечно же, вам действительно должно быть не безразлично. А у меня складывается впечатление, что некоторые лидеры российской оппозиции зациклены только на себе и на своих трудностях, которые создала эта война для них. Она создала трудности для всех нас. Но для кого-то это просто трудности, а для кого-то это ад. Когда вы видите злого человека, никогда не работает сказать ему «Перестань быть злым». Прекрати злиться. Успокойся. Это скорее его начнет злить еще больше. А если вы его обнимете и спросите «Друг, что у тебя случилось? Как помочь?» То это хоть немножко его остановит. И уж тем более, если он злой, потому что ваш батя изнасиловал его сестру, то иногда лучше вообще к нему не лезть. А если уж вы лезете, то очень хорошо подумайте над тем, что вы ему будете говорить. Это был Вечерний Халецкий. Меня зовут Алексей, не поверите. Халецкий. Еще раз. Выдержка, терпение и чуткость. Слава Украине! Слава Украине!